типа это важный атрибут еврейской жизни показатель того что еврей к этому самому еврейству принадлежит вот соответственно сегодня любой ортодоксальный еврей если он без кипа это нонсенс но дать посмотрим всегда ли так было и откуда это обычай тянется вот написано что в талмуде в илландском талмуде в трактате кедушин рассказывается про равгуну сына рабе иошуа сына раве иошуа который он написано что он не проходил 4 ама с непокрытой головой 4 ама это примерно 2 метра и это рассказывается как некий такой хасидут как некая праведность то есть мы видим что времена талмуда еще не было вот таким распространенным обычаем как сегодня это не было таким непременным атрибутом еврейской жизни и вот написано что равгуна он был очень праведный потому что он не ходил с непокрытой головой не проходил этой самой 4 ама вот почему он так делал как на объяснял это шхина ли мало мир уши в эхе лэх бэрош мигуле что шхина божественно присутствует над головой условно небеса над головой как я могу пойти с непокрытой головой и получается что типа это то что человеку напоминает да то есть человек он в кипе у него есть некий атрибут он так о я в кипе да это не просто так это ему показывает приводит такую метафору как человек который в армии он ходит у него есть какие-то нашивки обозначающие род войск которым он пролежит и так далее да то есть это вот некое такое что постоянно напоминает у нас есть вещи которые нам напоминают про наше еврейство цицит цвет этот запад истории а это вот на сегодня это по сути постановлением уральцов еще приводится история в трактате шаббат опять же уландского талмуда где астрологи сказали маме рафнахмана баррицхека когда он был маленький когда он только родился астрологи сказали что в соответствии с мудростью астрологии вот они видят что родился великий вор да то есть у рафнахмана баррицхека будет большая склонность к воровству и что сделала его мама она его научила чтобы он с детских лет постоянно ходил в кипе чтобы она была на нем и постоянно чтобы он молился она просила чтобы он постоянно молился о том что был на нем страх небес и рассказывает омут про историю что однажды он сидел под какой-то пальмы которые принадлежала не ему финиковой пальмой и налетел ветер сдул с него кипу и он вдруг вскочил из-за леса ты своровать то есть такое у него был сильный вот этот я царь было стремление воровать что вот залез на на эту пальму и чтобы украсть эти чужие финики и вина рафнахман маду и мог пида кольках да и таким образом он понял то есть он не знал почему мама его обучила в тот момент когда вот с ним это произошло то он понял да в чем была вот эта важность в чем была принципиальная важность том чтобы он ходил в кипе то есть это его вот так оберегала то есть было два момента то что он ходил в кипе это что он постоянно молился мама его научила молиться просить о том чтобы на нем был страх перед небесами вот то есть точки зрения аллахи у нас получается что это обычай который зародился в принципе то есть он был наверняка более старый И мудрецы Талмуда делились на тех, кто обладал особой праведностью. Он ходил с покрытой головой, ходил с кипой. И были люди, которые ходили с непокрытой головой. Хотя у нас всегда считается уважение к человеку, самоуважение, оно проявляется в том, что человек ходит одетый. Чем более человек одетый, тем это более уважительно. Человек в бане находится совсем без одежды. Это такое максимально неуважительное место. А перед царем он находится в максимальной одежде. Поэтому еврейский обычай, что если заходит важный человек, то перед ним как раз у неевреев шляпу снимают, а евреев именно шляпу одевают. Но это то, что было тогда. На сегодняшние наши времена общераспространенная обычай, что это принято во всем еврейском народе, что религиозный еврей ходит в кипе, это выражает его принадлежность к религиозным евреям. И сегодня это установлено мудрецами, на уровне лохи, на уровне непосредственного закона, который нам нельзя нарушать, что человек обязан ходить в кипе. И если ему по роду деятельности, по роду работы, например, почему-то ему надо быть без кипы, то он может без кипы работать, если это не под открытым небом. То есть если человек находится в помещении, он там врач, не знаю, еще кто-то, инженер, и ему по какой-либо причине, там вокруг него, не знаю, ему нельзя ходить в кипе или в шапке, почему-то он стесняется, то в принципе он может в помещении ходить без кипы, но при этом молиться, произносить какие-то благословения, ему надо все равно в кипе. То есть когда ему надо там поесть, попить, то он уединяется, или как-то надевает кепку, или еще что-то, то есть кипу одевает. Вот это что касается кипы. То есть изначально она была только для особо праведных, но в наше время это обычай распространенный для всех.